Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаевского района активными темпами. Продолжается капитальный ремонт районной поликлиники. Число привившихся от коронавируса в Карачаевской кейсе превысило 250 тысяч человек. И школьники из республики прошли в полуфинал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Правительство страны приняло ряд мер по совершенствованию пенсионного обеспечения. За период участия в специальной военной операции стаж для назначения некоторых видов выплат будет засчитываться в двойном размере. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Часть касается пенсионного обеспечения. За период, когда люди участвуют в специальной военной операции, стаж для назначения страховой пенсии им станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии, например, для тех, кто до мобилизации работал на крайнем севере, либо на вредных производствах. Хочу еще раз подчеркнуть. Ранее правительствам уже было принято решение, что трудовые договоры с такими гражданами не будут расторгнуты. И после воинской службы они смогут вернуться на свое предприятие, либо в компанию, туда, где они раньше трудились. Наши защитники должны быть уверены, что не останутся без работы и, соответственно, без дохода. И государство сделает все необходимое, чтобы им это гарантировать. Правительство поддержало законодательную инициативу депутатов Государственной Думы, которая касается военных пенсионеров, желающих вернуться в вооруженные силы. Для них предлагается усовершенствовать меры социальной защиты, направленные на сохранение размера получаемой пенсии, если в ходе специальной военной операции они займут должность с меньшим окладом. Бюджет Карачао-Чикеси на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов стал ключевой темой составшегося в Доме правительства заседания под председателем главы Республики Рашида Тимрезова. Участники мероприятия обсудили основные направления бюджетной политики на предстоящие годы и характеристики республиканского бюджета на следующий год. Как и в предыдущие годы, региональный бюджет будет носить ярко выраженную социальную направленность. Более чем 70% расходов будут направлены на выполнение социальных обязательств. Это, по словам Рашида Тимрезова, позволит предоставлять различные оригинальные меры социальной поддержки. Речь идет как о поддержке семьи и детей, так и о республиканских мерах поддержки для наших бойцов, участников специальной военной операции и членов их семей. Обсудили также расходы республиканского бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов в будущем году. В центре внимания, безусловно, остается развитие сельских территорий, работа над улучшением водоснабжения, качество автомобильных дорог и благоустройство населенных пунктов. Мы по-прежнему в качестве одного из приоритетов в работе ориентируемся на дальнейшее улучшение качества жизни в наших отдаленных аулах и станицах, отметил руководитель Карачао-Черкесии. Число привившихся от коронавируса в Карачао-Черкесии превысило 250 тысяч человек, что составляет более 82% от плана по иммунизации. Продолжается в республике и кампания по ревакцинации и повторной ревакцинации. Процедуру прошли более 50 тысяч жителей региона. С поступлением в республику назальные вакцины темпы вакцинации выросли в несколько раз, отмечают медики. Люди охотнее приходят на ревакцинацию и чаще отдают предпочтение интраназальному введению препарата «Спутник Ви». В настоящий момент в Карачао-Черкесии работает 14 пунктов вакцинации в разных уголках республики, где доступны вакцины «Спутник Ви» в форме инъекции и спрея, «Спутник М» для вакцинации подростков. По заявке к маломобильным гражданам и в организованные коллективы приезжают мобильные бригады для вакцинации на рабочем месте и на дому. Очередная группа из 30 новобранцев в рамках осеннего призыва направлена на срочную службу в мотострелковые, железнодорожные и воздушно-десантные войска страны. Помимо родных и близких, проводить юношей прибыли представители духовенства, администрации главы и правительства республики, а также военного комиссариата Карачао-Черкесии. Комментирует информацию военный комиссар региона Сергей Белобородов. Отношение к службе в армии меняется. Это становится почетным долгом каждого гражданина. Многие люди понимают, что служба в армии открывает для них двери во многие сферы профессиональной деятельности. Но сегодня ни органы исполнительной власти, ни органы федеральной государственной структуры без службы по призыву – это является одним из основных факторов для приема на работу. В этом году Карачао-Черкесский орден Знак почета Институт гуманитарных исследований отмечает свое 90-летие. Торжественное мероприятие прошло в стенах Государственной филармонии Республики, на котором ученые получили заслуженные награды и поздравления. Сотрудников института поздравил и вручил награды заместитель председателя правительства Республики Дмитрий Бугаев. В условиях геополитических рисков и угроз возрастает роль государственной гуманитарной науки, основной задачей которой является сохранение исторического и культурного наследия народов России. И мы гордимся тем, что ученые нашего института вносят свой вклад в ее развитие. Мы уверены, что сложившиеся качайги в научные традиции сохранятся на долгие годы. В общественной палате Карачаево-Чикесис остался круглый стол соцветия народов и религии России в условиях новых вызовов. Участники обсудили актуальные вопросы в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, способных нанести ущерб устойчивому развитию России и общественной безопасности, рассказывает заместитель министра по делам национальности и массовым коммуникациями печати Республики Ислам Хубиев. Некоторые молодые люди, я опять же не хочу их обвинять, они ориентированы на западные ценности, на культуру Европы. На Кавказе, к счастью, этого нет, но если мы говорим о всей стране, то мы видим, что считаются те ценности, которые были для нас неприемлемы, они становятся нормой. Вот с этим нужно бороться, а с этим мы сможем бороться только лишь посредством традиций, посредством духовных ценностей. Вот об этом мы должны говорить. В селе Учки-Кен Малакарачавского района в рамках оригинальной программы модернизации первичного звена здравоохранения активными темпами ведется капитальный ремонт района и поликлиники. Работы стартовали год назад, за это время полностью заменены все коммуникации и кровля. А в настоящее время завершается монтаж окон и внешнеотделочные работы, параллельно ведутся работы внутри здания. Таким образом, здание 80-х годов постройки, которое не ремонтировалось со дня строительства, будет целиком и полностью обновлено. Для 30 тысяч местных жителей, которые обслуживаются в этой поликлинике, будут созданы современные комфортные условия. Поскольку капремонт ведется в соответствии с новыми требованиями, это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи не только для жителей села Учхикен, но и всего района, написал в своем официальном телеграм-канале руководитель региона Рашид Тимрезов. В Карачаевске продолжается реконструкция одного из крупнейших и старейших спортивных объектов республики – стадиона Саулук. Кардинальные изменения коснутся и трибуны, и лестничных сходов, и, конечно, футбольного поля с беговыми дорожками. Строители планируют завершить ремонтные работы к концу этого года, чего с нетерпением ждут любители спорта со всего Карачаевского городского округа. Рассказывает начальник отдела физической культуры и спорта администрации Карачаевского городского округа Альберт Сарьев. Федеральный проект «Демография. Спорт. Норма жизни» – это строительство. Начало этого года уже полностью практически не останавливалось. На сегодняшний день основание поля футбольного где-то на 85% закончено. На следующей неделе уже будут стелить покрытие искусственное, ливневки, дренажные работы уже практически закончены. Также по периметру будут установлены освещения, воркаут-площадки. Молочную продукцию с растительными жирами обнаружило управление Россельхознадзора в одной из школ Карачаева Черкесии, комментирует государственный инспектор управления Екатерина Тутыхина. В ноябре Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило несоответствующую требованиям безопасности молочную продукцию в общеобразовательной средней школе село Пристань в Прикубанском районе. В рамках государственного мониторинга безопасности пищевой продукции отобраны пробы сметаны марки «Дива» производства ООО «МК Светловодский» из Кабардино-Балкарской республики. Результаты лабораторных исследований показали наличие в продукции растительных жиров. После установления нарушения управление Россельхознадзора проинформировало руководство школы, и теперь небезопасная продукция больше не поступает в столовую. Производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Помимо этого, для принятия мер информация направлена в Министерство образования Карачаева Черкесской Республики и поставщику продукции. В этот четверг у жителей и гостей Хабесского района будет отличная возможность приобрести качественные и вкусные продукты от сельхозтоваропроизводителей муниципалитета по ценам ниже рыночных. На центральной площади Аула Хабес состоится традиционная осенняя ярмарка, которая начнет свою работу с 8 утра. На 15% увеличились объемы производства предприятия «Кавказ Пакет». Более 80 лет оно обеспечивает работу инвалидов по зрению. В прошлом году предприятие получило федеральную грантовую поддержку, что и позволило увеличить объемы производства. Региональным центром «Мой бизнес» оказывалась вся необходимая поддержка «Кавказ Пакету» при написании проекта на получение гранта, а также подготовке к защите перед экспертами. В Донбайе появится канатная дорога к самой высокой смотровой площадке курорта. Здесь стартовали работы по строительству пятой очереди канатной дороги на склоне горы Муса-Ачитара, которая будет отвозить туристов на высоту в 3 012 метров, откуда открывается отличный вид на легендарные рельефы Донбая. Несмотря на весьма нестабильную погоду, строительные бригады продолжают активно возводить канатную дорогу, рассказал министр туризма и курортов Карача-Чикейс Расул Тикеев. Канатная дорога австрийско-швейцарской компании «Допельмайер», занимающейся производством оборудования для горнолыжных комплексов по всему миру, составит 1573 метра по горизонтали, а ее пропускная способность – 2700 человек в час. Подъемник будет оснащен шестиместными креслами, изготовленными по современным стандартам. 24 ноября в рамках проекта Совета по внешней и оборонной политике Северной Кавказа в международном контексте вызовы и возможности при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе и фонда президентских грантов на базе Северокавказской государственной академии пройдет экспертный семинар. В мероприятии примут участие 250 человек, в том числе порядка 50 научных сотрудников региона. Работа семинара будет разделена на три секции – «Кавказ в мире от прошлого к настоящему», «Кавказ в условиях мирового хаоса, особенностей и перспективы» и «Запад и Россия, есть ли будущее». В эти дни в Черкесске проходит бизнес-интенсив, в котором принимают участие студенты вузов и СУЗов региона, заинтересованные в открытии своего дела в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Грантовый проект «Молодой предприниматель» направлен на развитие молодежного предпринимательства. В Карачаево-Чакесе вышел новый детский сборник «Алтын-Китап» – «Золотая книга на ногайском языке». Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории и современности, а также народному устному творчеству. Его пилотная версия, вышедшая в прошлом году, сразу же была тепло принята юными читателями и получила положительную оценку не только педагогов, но и родителей. Обновленная версия «Золотой книги» содержит больше страниц, больше красочных иллюстраций. Пополнился и понятийный словарь книги. В сборнике представлены колыбельные песни, сказки, загадки и скороговорки, пословицы и поговорки, игровой фольклор, а также познавательные материалы, азбука, основы народного этикета, сведения из истории народа, календарь, термины родства, предметы флоры и фауны и топонимы. Над книгой работали сотрудники Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при правительстве Карачаево-Черкесии, редакции газеты «Нагай-ДВС» и детского журнала «Мамитикей». Презентация сборника запланирована на декабрь этого года. Экземпляры книги разойдутся по школам и детским садам республики. Как мы уже сообщали, в Уфе проходит полуфинал и финал всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022», в котором Карачаево-Черкесию представляет команда средней общеобразовательной школы Аула Хабес. Наша команда уже приняла участие в выставке тематических столов «Школьное питание 3.0», конкурсе школьных поваров «Кулинарный баттл» и «Блиц-турнире. Три вопроса от родителей». По итогам первого дня конкурса из 75 команд в финал вышли 20, среди которых и наша команда «Смак КЧР». Школьники из Карачаево-Черкесии, учащиеся 11-х классов Марк Дорохин и Мурат Бабоев из 7-й школы и гимназии номер 9, соответственно, прошли в полуфинал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Съемки четверть финала проходили в Москве в телецентре Останкино. В ходе трехдневных испытаний участники телевизионной олимпиады в качестве агонистов и теоретиков обсуждали три темы. «Жизнь и творчество» Джонатана Свифта и Даниэля Дефо. Все о романе Евгении Онегин и о Александре Пушкине, пока он работал над романом. На обсуждение также была вынесена тема «1943 год во всем мире». По итогам четверть финала Марк Дорохин завоевал четыре ордена и одну медаль, Мурат Бабоев – два ордена и одну медаль. Теперь им предстоит готовиться к полуфиналу гуманитарной олимпиады, которая состоится в феврале следующего года. Еще одной участницей из Карачаева-Черкесии Леони Лепшоковой не хватило всего одного ордена, чтобы пройти в полуфинал. Учащаяся гимназии номер 13 Черекеска заработала один орден и одну медаль. На базе Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева Карачаевска прошел муниципальный фестиваль народных промыслов, традиций, обряды и обычаи. Цель мероприятия – формирование у молодежи патриотического интереса к изучению историко-культурных ценностей, народных традиций, обычаев и обрядов. В фестивале принимали участие образовательные организации Карачаевского городского округа и воспитанники Центра развития одаренных детей и молодежи «Мир талантов». Победители муниципального этапа представят город на республиканском этапе. Ну и в завершении выпуска последняя информация. Команда спортивной школы номер один Черекеска стала победительницей в открытых городских соревнованиях по волейболу в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции. Второе место заняла команда Ставрополя, а третье досталось спортсменам Северной Осетии Алани. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачная с прояснениями погода. Утром местами дождь в горах с мокрым снегом. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В горах местами плюс 3,8. В южных и центральных районах местами высокой степени пожароопасности четвертого класса. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 12. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. На правах рекламы. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке. Тайна пирата. Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут. Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около семи часов. Детям нужно ну очень много для счастья. Сказочные путешествия и добрый волшебник. Заколдованные принцесса, трехразовое питание с сосульками на десерт, ездовой папа и в ямку. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь поддержкой национального проекта «Демография». Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33, обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!